всем привет второй день наших путешествий мы проснулись перекусили коротко собачек мы оставили в авто доме охранять они в принципе не прочь а сами мы отправились в магазин за маленькой деталь kei для нашего мотодом а точнее для шланга мы ее то ли потеряли то ли где-то оставили и воду не налить в бак в автодоме это очень важно вода это и помыть руки смыть унитаз и помыться поэтому мы отправились с утра за очень важной деталькой маленькая Но очень важное. Походили по магазину и нашли то, что нам нужно. Заодно посмотрели какие-то приблуды для мотодома, как новый шланг, какие-то переходники и какие-то другие нужные вещи. Взяли то, что нужно и отправились в соседний магазин погулять просто, что-то прикупить для детей, какие-то игрушки, развлекаловки, так сказать. Чтобы было вечером чем заняться. Взяли разные развивающие такие вещи, как, например, пластилин, шахматы. В общем, взяли что-то такое, чтобы поиграть в мотодоме, потому что детям, конечно, вечером в маленьком пространстве немножко скучновато. Днем-то мы гуляем, а вот вечером хочется чем-то таким заняться. В общем, зашли, погуляли по магазину. Одну вот такую вот. Нам много не надо. Одну. Где динозавры? Где? Ого, какое количество. Вау. Хочешь? Да. Скажи, какие динозавры. Смотрите, какая качалка. Обязательно в Калужской области такой сделаем уголочек. Уголочек с вот такой качалкой. Стоит 230 фунтов. Смотри, какая классная. На два места, да? В двуспальне. В двуспальне спать, но вот так нам-то зачем она? Получая лодка. Ну, она тоненькая такая совсем, Макс. Она вообще от дождя будет. Будет ли укрывать? Написано Active Sport 4 Mountain. А почему 4 Ман? А, здесь нет. А почему 4 Ман? Когда здесь три максимума? Нет, какой три? Здесь два вмещается. А, нет, да. Здесь получается, помещается два двуспальних матраса на четырех человек. Смотри, надувная лодка, да? Вот у нас там в Калужской области там же большое озеро. Огромное. Может, там, да, на такой лодке. Вот эту вот такую? Не, не такую. Вот такую, наверное. Это твердая же, да, нет? А, ну да, нет, она мягкая такая. Гусей гонять. Чем гонять? Пасти их на озере. Да, надо первым делом будет купить лодку в Калужской области. Когда приедем, там же озеро большое. Будем плавать. Там до озера 500 где-то метров. Ох, какой ничего себе. Это газовый? Да, нет, наверное. Нет? Шарфов. Ух ты, вот это вещь. 320 фунтов, да? А здесь что? А, здесь просто полочка. А вот это что? А, смотри, Мак, здесь угли, да? Здесь падает пепел. Из какого у вас тоже железа хорошего сделано? Как военная машина. Ну, прям такие, ну, настоящие решетки. Это металл военной машины. А, это поднимается. Смотри, Макс, смотри, опускается, поднимается. И набрали мы, да? Агафья взяла динозавров. Сосиски. Ага, я взяла вот такие сосиски. Взяли бургеры. Еще бургеры, соус, да? Что у тебя, Миш? Да, динозаврики. Шахматы взяли. Покажи. Такие вот, да? И, вот, смотри. Так, потом, сейчас, да, мы, Мак, аж, видели, пузыри взяли. Крючки. Пластилин. Ай, 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 аж, пластилинка убегает. И пазл играть, собирать пазлочки. После магазина мы вернулись на свою стоянку обычную. Собачки сходили в туалет, погрелись на солнышке. Мы тоже отдохнули, перекусили, попили что-то. В общем, сделали такой небольшой брейк. Поиграли в игрушки. Так, это вот твои динозаврики, да? Да. Где этот, как, тератоп, тут, или как, как ты его называешь? Не знаю. Тира. Тиратопс. Тиратопс. Это вот этот, который? Да нет. Вот этот? Это терадон. А, это терадон. А где тератопс? Тиратопс там, в коробочке. А, тебе надо открыть ее? Да. Тиратопс. Тиратопс они знают их названия даже. Тиратопс, терадон и стрикозабр. Тирекс. И Тирекс еще. И Мидоус-рекс. И Мидоус-рекс. Понятно. Посмотри, какие деревья классные. Смотри, еще дерево. Вот такой вот, да? Дай кусочек покажу зрителям. Смотрите, вот такой вот пластилин, который не липнет к рукам. Мало этого, знаете, в чем интересно, в чем он интересен. Делаешь вот так вот шарик, и этот шарик прыгает. Пластилин и он потом застывает. Если вот его сделать таким шариком, он застынет, и у тебя будет просто шарик. Ты будешь его, может, об стенку кидать, а пол он будет прыгать. И отправились дальше гулять, путешествовать по улицам, по горам, по городу, по деревне. В поисках тоже опять, опять, да, опять что-нибудь перекусить. К сожалению, человек, животное такое, которое постоянно хочет кушать. Нашли мы местный паб, старинный, и туда и отправились. Смотрите, какое интересное стекло, да? Вот такое вот. И вот тут вот еще. Кто тебе там нужно? Мне, ну, начнем с вот-вот-вот-вот-травки. Вот так вот пойдем-пойдем-пойдем. Да, Макс, если мы дойдем, то мы уже никуда не дойдем. Ну, нам недалеко здесь идти. И да, да, здесь. Ну, это как паб. Все, мы приземлились здесь на улице. Можешь сидеть, можно внутри-внутри как паб. Обычная на улице здесь вот. Такие вот здесь столики, искусственная травка. Вот такая красота людей. Не буду вам показывать. Можно сидеть в тени. Смотрите, какие ключи старинные. Старинные. Да, старинные. Здесь так красиво. Есть вот такие домики, будки. Не знаю, как их назвать. Тоже внутри столик. Можно так посидеть. Ну, тут еще одна такая же. Домик такой. Плед висит в каждом домике. То есть вечером можно здесь сидеть. Сегодня вечером включается лампа, и вон, видите, штука такая, обогрев. То есть греется. Хочу еще кое-что красивое показать. Здесь внутри, где мы проходили, вон здесь пледы висят. Можно взять плед вот здесь. Вот смотрите, в таком марокканском стиле. Вот такая лампочка. Я все такое подумываю купить, но как-то не решаюсь. Не знаю, купить, не купить. Очень она мне нравится. Я думаю, в русской избе она будет очень красиво смотреться. Это лампочка. Там не свечка. Есть еще очень хорошего качества турецкие лампы, которые на стену, есть которые на потолок, есть которые на стол ставятся. Из цветного кусочков стекла делается, как витражи. Но они немножко дорогие. Я все никак не решусь купить, но очень хочу вот именно, чтобы деревенская изба была освещена именно вот такими вот красивыми светильниками. Не очень мне хочется какой-то светильник на потолке. Знаете, обычные традиционные светильники, они обычно на потолке, да, ну люстры вот эти вот все, лампочки. А я хочу по-другому сделать. Я вот хочу, чтобы освещение было на стенах. Вот такая вот у меня идея, которую я хочу воплотить в своей будущей русской избе. И вот такая вот деталь красивая может украсить русскую избу. Здесь стоит старинная, видно, сейчас там лампочка, а, видимо, раньше там был огонь. Не знаю точно, что это. Смотрите, здесь вот такие вот, что-то сюда проходило. Видите, ручка у него есть. Тяжелая большая штука. Не уверена, для чего это. Смотрите, с двух сторон, да, вот эти вот штуки. Вот такой вот какой-то светильник можно сделать, чтобы все было в едином стиле. Картины тут какие-то висят. Пианино деревянное. Укалелей. Да? Укалелей это или нет? Не знаю. Я сейчас подбираю, присматриваю светильники, которые бы я хотела бы в будущем доме. Не буду рассказывать, где и какие. Если у меня получится их достать, я тогда покажу. Но мне не нравятся обычные традиционные вот эти вот лампочки на потолке, люстры там какие-то. Вот мне хочется что-нибудь такое эдакое. Что-то, что будет подстать русской печи, деревни. Какой-то вот аутентичности. Я уже что-то нашла, но поделюсь с вами потом, если получится мне это достать. Потому что достать это непросто. Дальше снимаю с GoPro, но там тоже у меня на камере кончилось... Что кончилось? Память кончилась. Перегонять надо. А у меня мышки нет. Не могу никак перегнать. Надо мышку купить. Так мне привыше снимать, когда себя не видно. А, бургеры идут. А, бургеры идут. Садись, Агашин, сейчас дышку. У Леши, у Миши бургер. О, какая красота. Большая, да? У меня chicken wings. Крылышки. Моцарельные, сырные палочки. Чипсы это Агаша хотела. Агаша, вот твои чипсы, если хочешь. Вот здесь вот садись, кушай. Так, красиво. Соусы. Ну, давай, попробуй. Вкусный сыр? Да. Растягивается, да, вкусно. Тарелки нет? Ну да, оно вот на досточке, на такой. Для чего тебе тарелка? Тут панет вниз. Идут дырки в дырку. В общем, мы кушаем. Это нож петер, чтобы он не падал. Да, да, нож водкнет. У тебя пал, тебе. Какая вкуснятина. Котлетка, овощи, сыр. Это, знаете, что? Это не майонез. Это чесночный какой-то соус. Очень вкусный. Бери, бери. Вкуснятища. Это остренький Агаш. Вот сюда вот, Макай. Вот сюда. Гафия лежит на травке. На искусственной. Пытается подползти к собачке. Вот там вот собачка. Ей официант принес тарелочку с водой. Собачки. Вот они переглядываются с псиной. Смотрите, как интересно поставлено. Как вы думаете, что это? Горшок цветочный. Поддон цветочный. Пишите в комментариях, что это такое. Я вам напишу, правильно это или нет. Кто отгадает, что это? Интересно, кто-нибудь вообще отгадает? Сказали, знаешь что, Мак, что на втором этаже всегда жили люди. А паб этот уже больше ста лет как паб. Люди приходят туда с собаками. Я так украдкой сняла на GoPro. Люди приходят попить и покушать с друзьями и с собаками. С собаками официант подает миску с водой. После того, как мы поели плотно, по-настоящему покушали. Не перекусили, а поели. Мы уже были готовы к путешествию. Пошли гулять по красивым лесам, долинам. А потом свернули на море, в сторону моря. Так как мы остановились рядышком в 5 минутах от моря. Все это мы обошли ногами. В общем, погуляли по горам, по деревне и отправились к морю. Погода была очень ветреная. Поэтому, к сожалению, некоторые мои съемки были испорчены ветром. Так как я снимала со своей камеры GoPro, у которой нет ветрозащиты. Очень жалко. Потому что я рассказывала там что-то интересное. Покажи свою ромашку. Ой, какая красота у Гани на голове. И у меня тоже красота. Как красиво. Овечки. Моя любовь. Мои любимые овечки. Вкусные, мягкие. Тупенькие такие. В то же время очень умненькие. Неприхотливые. Полезные в хозяйстве. Барашки. Смотри, кушай травку. Видишь? Да, Агафья придумала имя барашки. Стейки. Мы тут думали, как назвать барашек, овечек своих. Вот она первое имя придумала. Стейки. От слова стейк. Такое имя. Да. А папа придумал имя Чопи. От слова ламчоп. Вырезка такая у овечки. А где мне смайки? Смайки. Может смайли? Так, а куда мы идем? Так, 10 или 9? А почему 10-9, а не 9-10? Ну, 10 футов и 9 инчи. 10 фут и 9 инчи. Ну, фут это 30 сантиметров, а инчи это 2,5 сантиметра. То есть, получается, 3 метра. Сколько? 22 сантиметра, да? Высота. То есть, мы, в принципе, и там проедем. Смотрите, вон, стационарные караваны. Караван, но стационарный. То есть, без колес. Который не едет никуда. Давайте заглянем внутрь. Их здесь продают. Holiday Home for Sale, вон написано. Не знаю, сколько стоит. Где-то 30-40 тысяч. Ну, начиная цена. Сейчас заглянем внутрь. Посмотрим, как там внутри. А внутри вот так вот. Living Room. Здесь Open Plan Kitchen. А там дальше, видимо, спальни. Такой вот караванчик. Он, конечно, закрыт. Сейчас посмотрим, можно ли заглянуть в комнату. Это вот одна спальня. Здесь, наверное, туалет, да. Здесь туалет. Ну-ка, здесь что? А, здесь еще одна спальня. Видно вам там чего-нибудь, нет? Вот видите, вот эти домики стоят. Такие вот караваны стационарные. Которые люди снимают просто как на выходные. В неделю вот такой вот домик стоит снять. Но если вот сейчас, вот еще не сезон, еще не лето, да. 500-600 фунтов. А летом около тысячи. На неделю. То есть за неделю ты платишь 500-600 фунтов, чтобы вот побыть в таком, поспать в таком домике. Капец, бежит, да, с маской? Так тяжело дышит, главное. Бегает у моря с маской. Макс, ты можешь объяснить логику? Хочет быстро умереть. Не, ну зачем у моря, где свежий воздух, бежать в маске? Умереть. Я просто вот эту, я логику эту не пойму. Может быть, зрители объяснят? Зачем бегать у моря, где свежий воздух, в маске? Причем он дышит так вот, он сейчас умрет. Потому что в маске-то дышать-то тяжело. Я не знаю, может быть, зрители объяснят? Может, мы что-то не понимаем? Вот так вот мы провели наш день. У нас, конечно, день еще не закончился, но на этом я заканчиваю свое видео. Мы нагулялись, накушались вкусной еды. Гуляли мы в хорошей компании по берегу моря. Искали всякие ракушки, камушки, палочки очень интересные. Вот Миша несет камень. Смотрите, как он выточен интересно. Прямо как будто бы его кто-то точил. А на самом деле это просто дикий камень. Никто его не точил. Вот он валялся здесь. В общем, мы походили по берегу, поискали что-то интересное. Много чего нашли. Потом покажу, когда приедем. Детям это очень нравится. Ну и мне, взрослые, тоже очень это нравится. Ходить по берегу и находить что-то такое. Понятно, что ты не найдешь никакой драгоценности. Но смотря что считать драгоценностью. Можно найти красивую ракушечку или какую-нибудь палочку в виде крючка, которую можно использовать, прибить к стене. И будет как крючок для одежды. В это время наши собачки ждали нас дома. Отдыхали. Охраняли мотодом. Зря время не теряли. Река спускается с гор. Течет по долине и впадает в море. Я такое первый раз вижу. Хотя логично, что так оно все в природе и устроено. Но я первый раз своими глазами увидела, что да, река идет с гор и впадает в море. Очень такая быстрая река, хотя не очень глубокая. Красивые виды. День теплый. Солнышко, хотя и ветрено. Надеюсь, вам мое видео сегодняшнее понравилось. Ждите, так сказать, следующего дня, следующих приключений. На этом я со всеми прощаюсь. Всем пока. С вами была Надежда. До новых встреч. Косты моря загораживают, да? Да, кусты моря загораживают. Главное, что солнце есть. Субтитры подогнал Игорь Негода. Косты моря загораживают. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон»? Продолжение следует...